Белый всадник Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей нашего канала. Ну вот и добрались мы до православных пророчеств о приходе белого всадника. Впрочем, в православных пророчествах термина «белый всадник» я пока не встречал. Как правило, там используются два других термина. «Великий гончар» и «белый царь». И есть еще один термин – «антихрист». Я уже говорил, что РПЦ ждет прихода белого всадника буквально с ужасом. Теперь, надеюсь, понятно почему. Напоминаю, 12 сентября этого, 2023 года, я рассказал о пророчествах великого советского писателя и ученого Ивана Ефремова, одно из которых гласит, что Путин скоро уйдет и на его место придет новый по-настоящему великий лидер. Ефремов назвал его «белый всадник» Майтреи. С его приходом начнется новая эра, которую смело можно назвать великой и прекрасной. И вначале Россия станет самой великой и процветающей страной в мире, а потом все человечество придет к великому процветанию. К золотому веку хотите, ну или к прекрасному далеку, как кому больше нравится. Кто не в теме, рекомендую ознакомиться с моей подборкой «Белый всадник». Ссылка будет под роликом. Дальше я выяснил, что предсказывал это далеко не один Иван Ефремов, а практически все великие пророки. И я уже успел рассказать о пророчествах Мессинга, Нострадамуса, Ванги, Парцельса. Также я уже успел вскользь сказать о пророчествах епископа Игнатия. В миру фамилия Принчанинов. Он жил в XIX веке, и РПЦ официально его держит за великого пророка. Так вот, по его пророчеству получается, что после Путина придет Антихрист. И вначале он станет царем России, а потом и всего мира. Надеюсь, дальше я детально расскажу об этом, поскольку материалов немало. В частности, об этом много говорит профессор богословия Алексей Кусик. Но об этом в свое время. И, дескать, есть пророчество тоже православного пророка Василия Немчина. И оно меня заинтересовало тем, что он не считает великого лидера, который придет на смену Путину, Антихристом. В РПЦ, похоже, вообще нет единого мнения по этому вопросу. Сам по себе Василий Немчин фигура, так сказать, своеобразная. Многие специалисты вообще считают его вымышленным персонажем. Их можно понять. Информация о нем крайне противоречива. Неизвестно даже, когда он жил. Оценки колеблятся аж между XIV и XVII веками. И есть мнение, что его вообще придумал Павел Глоба. Глоба в 1994 году впервые написал о нем в газете «Оракул». Он, дескать, в 1989 году обнаружил в Полоцком архиве книговое предсказание. И успел сделать из нее выписки до того, как книга бесследно исчезла. Предсказания Василия Немчина по данной книге, согласно Павлу Глобе, действительно поражают. Он, дескать, предсказал войну с Наполеоном, Первую мировую войну, Вторую мировую войну и победу в ней России. Многое другое. В частности, полет человека в космос. Который Немчин, дескать, страшно осудил и назвал большим исквернением неба. Но доказательств нет. И я решил рассказать о нем только потому, что он, дескать, тоже подтвердил пророчество о приходе белого всадника. Да и потом вообще, нужно как-то перейти к православным пророчествам об этом во всей их противоречивости. Вот, кстати, как Василий Немчин якобы выглядел. А вот, дескать, как звучит это пророчество, согласно каналу «Осознание» на Ютубе. Но и здесь особо интересно то, что, несмотря на откровенные православные мотивы у Немчина, В частности, об этом четко говорит заявочка о том, что полет в космос – это большое исквернение неба. Он не считает, что белый всадник или великий гончар – это антихрист. Но об этом мы, надеюсь, поговорим дальше. А также, надеюсь, поговорим и о том, что хорошо это или плохо, если белый всадник действительно антихрист. Напоминаю, ноосферное мировоззрение богоборческое. И исходит из того, что если тот, кого, в том числе и православные люди, держат за Господа Бога, реально существует, то он никакой не Господь Бог, а он обманщик и законченный подонок, с властью которого нужно бороться. Почему мировоззрение и богоборческое? Но об этом я уже рассказывал. Равнок рассказывал о том, что такое инферно. А инферно – это главная причина того, почему ноосферное мировоззрение богоборческое. Кто не в курсе, вновь отсылаю к подборке белый всадник. Впрочем, это главная причина, но далеко не единственная. Их есть еще целый ряд. Вот, например, еще одна. Православную религию, как и все христианские религии, вообще ноосферное мировоззрение считают крайне вредной. Уже нанесшей страшный вред человечеству и способна нанести еще куда больше вред. И прежде всего потому, что христианство открыто проповедует рабство и рабовладение. И прямо заявляет, что рабовладический способ производства – самый лучший. О чем батюшке, понятно, вот уже тысячу лет, как стыдливо помалкивают. И предпочитает не раскрывать вопрос. Почему православие предписывает людям называть себя рабами божьими? Так так ли плохо на фоне этого, что придет антихрист? Хотя, конечно, здесь есть вопрос, что понимать под словом «антихрист»? В различных авраамических религиях понимание разное. Да и в самом православии тоже. Оно достаточно разное и размытое. Впрочем, понятно, все эти вопросы куда сложнее. Почему я и хочу в теме о православных пророчествах раскрыть их куда подробнее. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok